Идеальная свадьба. У каждого она своя. Мы вам в этом поможем. Участникам предстояло заинтересовать жюри Сергея Савина, главного редактора «Восьмого канала» и Ксению Марченко, руководителя свадебной студии. Всего организаторы приготовили три этапа для конкурсантов. Этап номер один – это знакомство. Вам, как только я вас объявлю, нужно будет выйти сюда и, глядя в глаза или на камеру, представиться, как вас зовут, что вы хотите от свадьбы. Мы ждем от нашей свадьбы того, что она будет веселая, замечательная. Самое главное, что она будет запоминающаяся для всех наших гостей. Мы хотим, чтобы наша свадьба была такая же жизнерадостная, чтобы улыбки были у всех. Как я представляю свою свадьбу? Зажигательную, пышную, так, чтобы гудела на весь Владивосток. А затем проверка на артистизм и репетиция первого свадебного танца. И уже здесь, в момент выбора участников, дало себе знать формат реалити-шоу. Члены жюри неожиданно решили добавить не только еще несколько отборочных туров, но и приняли решение, которое удивило всех. Мы планировали выбрать реально одну свадьбу и сделать реалити с одной парой. Но мы зашли в тупик, в очень жесткий, и мы не смогли определиться. И приняли решение делать две свадьбы в онлайн-режиме. Это будут абсолютно два разных концептуальных проекта. Будут работать два абсолютно разных менеджера. Мы будем подбирать абсолютно разные команды. И начались первые этапы проекта – 9,5 месяцев. Все свадебные хлопоты на себя взяла студия Ксения Марченко. Сумму, которую готовы вложить потенциальные молодожены на свой пир, организаторы и партнеры проекта утроили. А женихи и невесты гарантировали свою открытость, так как за их подготовкой к самому важному событию начал следить весь город в эфире 8-го канала. Советчиками и помощниками в вопросах подготовки пар стали молодожены – Анна Бережная и Олег Данилевский. Итак, ребятам досталась Анна Кузьев, а вам, ребята, достался злой профессионал Олег. Держитесь, соков вывод. Ребята, вы не пишете, у вас тоже может быть когда-то что-то получится. Для начала участникам предстояло пригласить ведущих к себе домой, чтобы поближе познакомиться, рассказать о своих увлечениях и о том, какой они видят свою свадьбу мечты. Хочется чего-то такого родного, своего и приятного, приятного для всей семьи. Цыган с медведем. Чтобы это было ярко, красиво. И все это будут смотреть не только твои друзья, но и, можно так сказать, полгорода. Так вместе с телезрителями пары узнавали, в каком стиле пройдут их свадьбы, работали с профессионалами, советы которых старались учитывать при подготовке. Но в шестом выпуске проекта произошли серьезные изменения правил, о которых телезрителям сообщила Ксения Марченко. Проект начинался с того, что мы должны были взять всего одну пару и показать, как реально делать свадьбы на конкретных ребятах. Так получилось, что в проекте опять осталась одна пара. Это Евгений и Ксения. Мы изначально обговаривали, что у нас будут условия, которые они обязательно должны были соблюсти. Так получилось, что ребята не соблюли условия по договору, поэтому мы вынуждены были с ними попрощаться. После этого в редакцию «Восьмого канала» стали поступать вопросы от зрителей. Многие думали, что мы будем вынуждены закрыть проект. Но такие изменения не стали тому причиной, ведь главная цель не соревнования женихов и невест, а возможность организовать свадьбу мечты. Теперь уже одно из пар. И главный приз поездка на остров Гуам достался Ксении и Евгению. Они продолжают подготовку к торжеству. Вместе мы переживаем самые яркие моменты. Выбор свадебных нарядов, обручальных колец и, конечно, готовим им сюрпризы, которые помогают избавиться от предсвадебного волнения. Конечно, проект было бы невозможно реализовать без нашего генерального партнера, компании «Ренессанс Актив». До свадьбы остается ровно месяц. Наступили финальные этапы подготовки. Во время съемок очередного выпуска проекта ребята улучшили минутку и поделились своими эмоциями. Поначалу, конечно, было очень волнительно, переживали, руки тряслись, а потом уже влились в это все. И вот под конец сейчас тоже чуть-чуть так волнительно. А середина прям идеальная была. Мы такие уже профессионалы. Грустно будет, когда все это закончится. Проект, конечно, отличается немножко от того, что я делаю в обычной жизни. Но мне было несложно, потому что я молодец, и я все сделал очень хорошо. Все у меня получилось. Было легко. Большое спасибо ребятам за то, что они общались. Общались, делились, рассказывали, чем они живут, чего они хотят. И из этого уже создавался весь проект, и будет создаваться картинка в целом. 8 июля в День любви, семьи и верности на весь Владивосток прогремит свадьба Ксении и Евгения. И уже совсем скоро вы увидите ее в финале проекта «Девять с половиной месяцев» в эфире Восьмого канала. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова